Жила-была Садить ей было ну совершенно невозможно. И потому с утра до вечера всех во дворце бороли, драли, лупили. Никому от нее житья не было. Вот гуляет однажды царица по саду, а солдат возле будки на часах стоит. Увидел солдат царицу, никогда прежде ее не видел. Ишь ты, подумал, и ухмыльнулся. Глянула царица на солдата. Ты чего ухмыляешься? А простой солдат чего скажет царице? Ничего он сказать не мог. И невзначай, или сдуру, опять ухмыльнулся. Ишь. Ишь? Эй, кто там? Министр! Здесь, 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 ваше величество. Здесь, здесь. Вот будешь давать этому солдату по двадцать палок каждый день с утра. Будет исполнено. И от службы не освобождать. Будет исполнено. С тех пор, каждое утро, как встанет солдат, получает двадцать палок. Били, били солдата целый год. И в праздники, и в будни. Измучился, исхудал солдат. Бить его не во что стало. А царица про него забыла. Так бы и забили солдата до смерти, если бы не дурак, который жил во дворце. А ты, бать, шли солдаты. А ты, бать, это базар. Солдат! Чего? Ну, пойди сюда, пойди. Чего скажу? А ты, бать, что купили? А ты, бать, самовар. Тебя обиделся? Да шел бы ты своими шутками обиделся. Колотили бы тебя каждое утро. Больно. Слыхал про тебя. Да ведь не тебе одного, всех лупят. И тебя тоже. И меня. Да всех. Ишь ты. Солдат, дай копейку. Зачем? Секрет. Ну, секрет, а у меня, о, копейки нет. Да ты не жалей, может, я тебе помогу. Ты поможешь? Да. Ты ж дурак. Дурак. Ну, а не помогут, как зла не сделают. Ты при своем и останешься. Да, ладно, бери. Опа. Ну, солдат, пойдем со мной. Куда идти-то? Да ты хоть и битый, но дойдешь. Да? Пойдем, не пожалеешь. А пойдем, все одно плохо. Пойдем, не пожалеешь. Шли они, шли. Далеко ушли. Дворца давно уже не видать. Ишь ты. Ух. Далеко зашли. Пропала моя копейка. Да не грусти, солдат. Все еще может поправиться. Ну, пришли. Пришли они в бедный домишко. Жил там сапожник с женой. У этого сапожника была жена, сходственная с царицей, как родная сестра. Поставь их рядом и не отличи, которая царица, которая сапожница. За показ жены сапожник брал по копейке с любого, а солдатам и коллегам показывал за даром. Заплатил дурак копейку. Вошли они в комнату. Солдат дрогнул и во фрунт встал. Вылитая перед ним была царица. Здравия желаю вас! Тихо! 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 Разбудишь. Это нам ни к чему. Слышка, солдат. О! Была бы она царицей, а она в тебя палкой не била. Нет, не била бы. Жалко, что она запожница. Из нее царица по-хорошей вышла. А выйдет из нее царица-то. Да как выйдет-то? Выйдем на улицу. Да, ишь ты! Вот так. Ты где ночью-то на карауле стоишь? Я? Ага. Так тебе и сказать. Ну, скажи. Так тебе и сказать, что я нынче во дворце стою. А, ясно. Во дворце. Я нынче в покоях буду стоять. В покоях. У царицы. У царицы. Ага. Так, так, так. Я тебе ночью сапожницу приволоку. Нет, нет. Чему мне там сапожница? Ой. Эх ты. А говорят, я дурак. Царица-то заснет, ты мне ее давай, сонную. А я тебе на руки сонную сапожницу. Царицу я унесу к сапожнику, а ты сапожницу в царский покой тащи, покуда не проснулась. Понял? Вишь ты, обдумал как. Ну. А сам дурак. Будь, что будет, тащи по темноте сапожницу во дворец. Эй, солдат. Я, я. Тихо. Приволок. Приволок. Замучился. Тяжелый больно. Тащи царицу. Тише. Идем туда. Ну, тихо. Прячься, дурак. Скорее. Скорее. Все в порядке? Так точно, ваше благородие. Не слышу. Так точно. Ты что шепчешь? Как отвечать надо? На гаупт вахту захотел? Никак нет. Вот теперь слышу. А почему, любезный, ты прежде шепотом говорил? Боялся. Разбудить ее, царское величество. Молодец. Хорошо службу несешь. Пятак получишь к празднику. Ух ты, Господи, пронесло. Пресвятая мать, покородица, заступница. Грешных пронесло. Эй, дурак ты где? Где я? Тише. Где запошница? Там. Лежит. Давай, нещи. А я за царицей. Тут их и поменяем. А то в подмахе перепутать можно. Верно. Верно. Унес дурак царицу к сапожнику. А как наступило утро, проснулся первым сапожник. Толкнул в бок жену. Эй, баба, подымайся. Пора. А чего пора? Ты кто такой? А ты кто такая? Ах ты негодный. Ах ты окаянный. Да я царица. Эх, ты значит царица. Ну, погоди. Схватил он сапожничий ремень, шпандырь, и давай царицу пороть, охаживать. Ишь ты, лодырь, а! Только спать здоровано. Я тебе дам царицу. Ой, кто там? Министр! Забейте этого негодяя нас! Я с ним! Что такое? Не идет никто. Ай, ой, 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 кто? Где же это я? Никак я в ад попала. А это, видно, черт. Ой, приснится же такое. Засну-ка я опять. А проснусь у себя во дворце. Эх, гляди, опять заварилась. Баба, вставай. Худо будет. Я отлежусь, черт. Я черт, а она царица. Вставай, говорю. Самовар ставь, картошку вари, портки за шею. Вон она, дыра какая. Эх, ты не бей, не бей, больно. Я все сделаю. Ну, тот же и не воин. Голова твоего воя раскалывается. Пойду прогуляюсь. А ты картошку свари, портки за шею. В доме приберись, царица. Ушел. О, держи-то я. Ой, господи, что со мной приключилось? Ой, что ж бы ей теперь делать? Как это черт сказал? Портки за шею. Картошку вари. Ой, а как ее варить? Что такое портки? Ой, мама, мамочка. Домой хочу. А на другой день велела из сапожника белье стирать. Стирает белье царица. Сроду она не стирала. Все белые руки истерла. Так жила царица у сапожника. Жила, да мучилась. А сапожница, как проснулась в царициной постели, облетела с кругом. Аль я в раю. Век того не видала, что вижу. Тут вошли в спальню девушки и низко поклонились. Вам что надо? Здравствуй, матушка царица. А мы тебя одевать пришли. Ой, я сама оденусь. Илья Калека. Че ж стоите? Неужели у вас дела нету? Обидите нас, матушка. Когда будешь? Теперь и после. Ой, да за что же вас бить? Вам больно будет. А за то, матушка, что вам серчать надо бы нам. Дуры вы, что ли? Идите прочей делом займите. Стойте! Какие-нибудь песни знаете? Знаем, матушка царица. Спойте! А я пока одеваться буду. Сохнет, лянет, вополюшки травушка. Сохнет, лянет, ой да посыхает травка без дождя. И тот начал цвете посыхать, был у девицы милый дружочек. Ой, да и тот начал, ой, да и тот начал ее забывать. Славно поете, люблю, когда хорошо поют. Ступайте. Да, значит, я и впрямь царица. Ну что ж, побуду я царицей, сапожницей-то я всегда успею. Да, ну верно, царицей-то легче быть. Надо по хоромам пройтись, оглядеться. Пошла сапожница по дворцу. Зашла на кухню, и там чаю с бубликами напилась. На кухне повара и кухарки обращаются к сапожнице со страхом, почтением. Сахару подают, сколько хочешь. С утра до вечера позади царицы ходит министр. Все приказы и желания тут же выполняет. Сапожница уже привыкла к ним. Вот и живет она царицей второй день. Вышла в сад погулять. А в этот самый час у прудки на часах стоял наш солдат. Глянул он на сапожницу-царицу, вспомнил, как ее ночью менял и ухмылялся. Ты чему это ухмыляешься? Мне что ли обрадовался? Тебе, матушка. Рай, желаю, матушка, твое царское величество. А че радуешься? Я тебе добра не сделала. Че ты хочешь? А я того хочу, матушка, чтоб меня палками не били. Второй год с утра молотят, мясо с костей стерли. Ой, за что ж тебя? За ухмылку, матушка. Ну ладно, за ухмылку. Прикажу и бумагу напишу. Эй, как тебя, министр? Слушаю, ваше величество. Вот запиши. Солдата палками не бить. И других прочих, Машка, пусть тоже не бьют. Аль, многих тут бьют? Да, почитай, почти всех молотят. И стерлись люди-то, терпят. Дураки они, что ли? Не могу знать. В тот же день повелела она указ писать, чтоб никого не смели ни палкой, ничем другим касаться. А дурак дождался, когда солдат снова в царских покоях стоять будет. Опять их переменил в царицу с сапожницей. Вернулась царица во дворец. И как узнала, что теперь никого бить нельзя, и что она сама это битье отменила, закипело сердце злобой. Эй, кто-нибудь ко мне! Пришла горничная девушка. Замахнулась царица, чтоб ударить. Да как глянула на свою руку всю истертую и не ударила, а заплакала. Вспомнила, как у сапожника ей жилось. А только этой царицы веры нет и не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова